Сегодня на нашем шоу большой семейный предновогодний праздник. И к тому же спортивный. Наши семьи примут участие в нехитрых состязаниях. Мы будем вести подсчет очков, ну а семья-победитель получит иммунитет на следующее голосование телезрителей. Но я уверен, главное для наших семей это не победа, а возможность весело провести сегодняшний день. Вот так вот! Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин! Странный дуракист! Дуракиком прям в ногу загнал! Земли же праздник! Ничего, зато я его на пузе уделал. Чего? На пузе! А еще я второй по поеданиюポьте. Давай, 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 давай! А у тебя что? Глинтвейн. Вы что, всех выпила? Это ты умеешь. Нет, просто выпила немного гринтвейнев все. Катя, ты обалдела? Блин, мы только третий, Катя Я тебя прошу, ничего не пей и не ешь просто так У меня рот от пончиков чуть не порвался Они не должны победить Не победят Почему? Я думаю, что у вас есть план, как им помешать Да? Нет? С наступающим Новым Годом, друзья! Сегодня вас ждет день, наполненный впечатлениями Ты кто? Я Дмитрий, и я рад объявить наш праздник официально открытым! Так он вроде давно открыт Настоящий праздник начинается только тогда, когда на сцене появляется Дмитрий! И когда он появится? Я и есть Дмитрий! Вам надо быть внимательнее И осторожнее, у вас кровь на голове Ну что, друзья, ваши аплодисменты! Гравьте, 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 ну! А Константин где? Может, уволен? Не дождетесь! Этот ведущий только на праздник Знакомый продюсера Ну, если он знакомый продюсера Значит, его могут дальше продвинуть? Во-первых, он ближе знаком с женой продюсера Если ты понимаешь, о чем я Дмитрий, я большая поклонница вашего таланта Приятно А вот мой муж по совместительству генеральный продюсер нашего любимого канала Вас как-то не ценит Обидно Но это пока уверена Что вместе объединившись Мы с вами можем устранить эту несправедливость Вы понимаете, о чем я? Пока не очень Если я вас очень сильно порекомендую своему мужу Уверена, он ко мне прислушается И тогда ваша карьера пойдет вверх Хорошо бы Но до того, как это сделать Я должна быть уверена в вас Как в профессионале Ну, что вы действительно хороши в этом деле Понимаете, о чем я? Думаю, да Хотите, чтобы я провел вам день рождения? Не совсем К тому же он всего лишь КВНщик Его костюм стоит дороже, чем он сам Классная вечеринка! Вы отличная публика! Ты классный! Да, люблю вас, ребята! Привет! Здорово Что у тебя как? Блин, ну вообще супер! Больше всех съела? Ммм, нет Просто вкусно Вы что, издеваетесь, что ли? Пап Это называется жить Если у нас не появится иммунитет Наша жизнь здесь может вот так вот закончиться Понятно? Зачем меня обманывали? В смысле мы тебя обманывали? Ну, пародии Мои пародии Вы говорили, что я хороший пародист Ваня? Ты самый лучший пародист, которого я только знаю Это приступ У пацана в школе такой же был Это мистер Бин! Какой же он дерьмовый пародист? Ну, когда я показывал пародии, вы всегда смеялись Потому что нам нравилось Да это же не значит, что я хороший пародист Конечно, не значит Должно быть понятно, кого пародирует пародист А в твоем случае это просто смешно Черт, Юль Ну что? Он должен знать правду, чтобы потом не вляпаться в какую-нибудь неприятную ситуацию за вашего вранья Так я только что опозорился Поздняк Ну, наверное, где-то мы были не совсем объективны в его способностях пародии Твой ребенок самый лучший, все Да? И не важно, что это Это детская постановка или, например, он умеет пукать по нотам Ваня умеет пукать по нотам? Нет, к сожалению Вы же всегда понимали, на кого пародия? Ну, не понимали, потому что... Мам, правду! Я, кстати, и не помню, почему мы всегда угадывали Как вам мой терминатор? Точно! Ты же всегда в конце говорил, на кого пародия Черт Ну, если честно, Вань, ты очень круто физионом и все отыгрываешь И, в принципе, если немножко напрячься, можно догадаться, кого ты показываешь Нужно только привыкнуть к специфике твоего лица Чего? К специфике твоего лица нужно привыкнуть Чего? К специфике твоего лица, Ваня Обманутая надежда ребенка Соколовый кратится в бездне Мои родители в детстве говорили, что лучше всего у меня получается молчать И только потом, когда я вырос, я понял, что Они просто хотели, чтобы я заткнулся и не мешало Не плевать Своим враньем вы испортили мне всю жизнь Максимум, жизнь плохого пародиста А ты плохо подбираешь рифму Началось Не нужно пытаться кого-то обидеть в ответ Я говорю правду, как ты и просила Ты же прекрасно понимаешь, что я хорошо рифмую И мне это, конечно, не самое главное в жизни Просто есть такой дар, вот и все Она плохо рифмует? Мы играли в детстве в такую игру Мы ей вкидывали слова Она подбирала к ним рифмы Просто мы всегда вбрасывали один и тот же набор слов Ну и мы не путаемся, и ребенку приятно У нее сложилось ложное ощущение, что она хорошо рифмует Ясно Ты фигово рифмуешь! Все, пока, Вань Следи за ней Зачем? Что-то мне подсказывает, что соколовы Врут всем своим детям Ты что, реально хорошо рифмуешь? Ну да Круто! А ты откуда взялся, а? За тобой я слежу А ну давай, революция Так, революция Революция Слово просто идиотское Проституция, резолюция, конституция, эволюция Я их уничтожу Дмитрий Веселее, 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 дорога! Дмитрий Да? В ближайшее время нужно устроить конкурс рифму и позвать для участия одну конкретную девочку Константин, при всем уважении, но золотой век поэзии, по моему скромному мнению, остался где-то далеко позади Да? Вместе с рифмами, фантами, шарадами У меня вот, пожалуйста, есть своя активная зимняя подвижная программа И я бы, как профессионал, придерживался бы ее Окей? Тварь! Сука! Никому неизвестное никчемное говно! Дмитрий, я абсолютно уверен в вас, как профессионали Зайдите ко мне, если будет минуточка Я буду с вами откровенен В ближайшее время я собираюсь покинуть шоу Скажу честно Пригласить вас Это была моя личная идея Большой поклонник Приятно Меня самостоятельно попросили найти себе замену Приемника Так все удачно совпало, что генеральному продюсеру вы нравитесь Жене генерального продюсера тоже? Очень И мне Но финальное слово, безусловно, за мной Мы начинаем конкурс рифм! Рифмы на морозе! Вы дождитесь начало, будет жарко! Я даю вам слово, ваша задача придумать к нему как можно больше рифм Ваше слово, кастрюля, поехали! Чистюля, пилюля, вестибюля, гидуля, коснуля, два метра тюля, пуля, бабуля, белорусская цыбуля, грязнуля, козюля Как тебе такое, Юля? Рау! Есть! Неплохо, неплохо! Вам достается слово «поднос»! Время! Поднос, нос, поднос... Было? Понос! Атеросклероз! Время! Ну что ж, победил вот этот парень! Ура! Ура! Рифма, судя по всему, это не твое! Конька! Не растаивайся, Юля, так бывает! Видишь перед собой толпу народа и впадаешь в ступор! Никакого ступора у меня нет! Это, знаешь, как вот пописать по общественному туалету! Не каждый справиться нужно, прочее! Папа, ты меня слышишь? Дело не в этом! Мы всегда кидали тебе определенный набор слов! Ну, через несколько лет тренировок-то научилась рифмовать, но с конкретными словами! Вы что творите? Типа, мой ребенок что хочу, то и делаю! У тебя реально талант! Просто он узконаправленный! Ну, что ты такого хуже делаешь? А ты путаешь актеров! Юлечка, я понимаю, что ты злишься, хочешь отомстить, но я реально люблю разбираться в кино! Так и есть! Но ты их путаешь! Постоянно! Послушай, я знаю всех! Кто, где, с кем, за что! Я тоже думала, что хорошо рифмоем! А я тебе сразу сказала, что ты плохо рифмоешь! Ну, это и правда! Ты путаешь актеров! В смысле? Ну, то есть ты их как бы знаешь, но постоянно путаешь! Юлечка, что за бред? Ладно, ладно, все, поехали! Дмитрий, конкурс! Угадай актера! Вы что, издеваетесь? Может, как-то подвигаемся? Извините, я не всех актеров знаю! Да? Не важно, главное, что участие! Точно! Поехали! Я знаю, знаю, знаю! Это антикиллер, любовь-морковь, Барат Башаров! Нет! Это Куценко! Правильно! А-а-а! Я знаю, знаю, знаю! Это «Легенда 17» экипаж! Это Петя Федоров! Нет! Это Козловский! Абсолютно верно! Рай Фошлинг! Так, ну все, хватит! Я знаю! Мы все знаем! Мне вот что любопытно! Почему только вскрывается какой-то наш косяк, сразу появляется конкурс, в котором можно так легко обосраться? Как? Ты о чем? Как ты все время угадывал, кого я имею в виду? Так, действие происходит в океане, в главной роли Брэд Питт! Китайник! Ты слышала? Как только мы начинаем о чем-то говорить, сразу появляется конкурс! Но тут они прокололись! Я отомщу за нас, за всех! Юж, стой! Спокойно! Конкурс «Угадай мелодию»! Да что ж такое-то? И на сцене Алексей Соколов! Вы спросите, откуда я его знаю? Ну как же! Я вместе со всей страной смотрю шоу «Идеальная семья» и, конечно же, знаю всех лидеров! Они что, лидеры? Перестанет ладировать! Итак, задание! С закрытым ртом спеть песню, а наши зрители должны ее угадать! Песня! Легко! Как же так? Ну, успокойся! Как ты всегда угадывала? Ну, просто идеальный слух, он не у тебя, он у меня! Мне достаточно двух-трех нот, чтобы угадать всю мелодию! Потому что есть, Алешка, у тебя! Да! Да нет! Почему ты меня не остановила? Ну, ты был так уверен в себе! Я обосрался! Прилюдно, Катя! Ну, Леш, ну не так, чтобы прям... Да просто обосрался! Что-то из буйного? Нет! Поет задом наперед! Нет! Дайте микрофон, они же не слышат! Как же стыдно за тебя сейчас, братан! Так, ну все-все-все, хватит! Время! Кабы не было зимы! Ну да, Коселок! Перестань унижаться! Города! Иметь достоинство! Коселок! Так тоже ничего не понятно! Может, просто у вас слуха нету? Слуха нет, сука! Константин, это я! Дмитрий, ты прекрасно отработал! Спасибо, но у меня есть идея, как добить Соколовых! Да? Какая? Расслабьтесь! Я все сделаю сам! Просто смотрите и наслаждайтесь! Обожаю уже Полизов! Запомним! Итак, объявляется финальный раунд! Семья на семью! Я приглашаю первую пару Соколовых и Переделкиных! Нет! Остановись! Что? Идиот! Сам ты идиот! Это мое шоу! Те же конкурсы только загадывают, отгадывают и показывают члены семьи! Узнаем, кто же из вас по-настоящему идеальная семья! Это наш шоу семья! Заберитесь! Шепот! Топот! Гогот! Кропот! Нет такого слова! Дим, ты чего? Халопот! Время! Ура! Очередь семьи Соколовых! Вам нужно срифмовать всего четыре слова! Понимаю, задача не посильная! Это было не обязательно! Отчет! Сочтет, начнет, увлечет, извлечет, повлечет, сечет, пересчет и сечет! Да! Поддерживаю! Идиот! Чарли Чаплин! Да! Очень похожий! Тварь! Ну я ее знаю, узнаю! Ну так называйте! Он снимался в фильмах! Семь! Да! Бойцовский клуб! Да! Он подсказывает! Он там не снимался! Ладно, пусть подсказывает! Бесславные ублюдки! Он груз! Да! 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 Вам нужно промычать следующую песню! То есть переделкиным «Рыжий-рыжий конопатый», а мне «Седьмой симфоний Жостакович»? Ну а что? Тоже известное произведение? Ну а какой там мотив хотя бы? Стыдно не знать! Мне не стыдно вообще! Ни капли не стыдно мне! Спасибо! Так! Ага! Мне вообще не стало! А-а-а! Седьмой симфоний Жостакович! Да! 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 Молодцы! Молодцы! Соколову на первом месте в соревнованиях! Рейтинг растет! Мы будем вынуждены дать ему манитет! Виктор Николаевич! Здравствуйте! Я тут случайно узнал, что шоумен Дмитрий Маргулин спит с вашей женой! Не за что! Учись! Вы понимаете, что вместе мы непобедимы! Да! Мы сила! Так, давайте только впредь говорить друг другу только правду! Если кто-то из нас в чем-то плох, то пускай лучше об этом узнает от близкого человека! Согласны? Да! Так, Ваня! Чё? Твой обманный жест в баскетболе! Мой фирменный финт? Я постоянно делаю вид, что ведусь на него, ну потому что ты очень радуешься, когда он у тебя якобы получается! Я думала, я и правда хорош! Ты хорош, Вань! Но надо его как-то усовершенствовать! Либо мы можем и дальше делать вид, что он у тебя получается! Но это как-то странно, нет? Держись, Вань! Юля, я тебя прошу, никому не показывай свои рисунки! Не поняла! Это не абстракция! Но ты же говорила, что мне интересна цветовая камня! Это сложный, но необходимый разговор! Катюш, ты меня извини, но твои кексы с черникой вместо изюма ужасны! Не тот случай, Леш! Это дело вкуса, да, дети? Вань, ты же ешь их больше всех! Я просто незаметно уплевываю! Прости! Обидно, но зато, честно, хорошо, я справлюсь! Крепись! Я всегда поддеваю банку ножом, прежде чем даю тебе ее открыть! Ну, типа ты сильный мужик, руки посади же! Вот так! А еще мама тайком оплачивает твои штрафы, потому что ты гордишься своей безупречно и сдой! Так! А еще два раза приходил муж на час и перевешивал за тобой полки! Когда ты помогаешь мне делать математику, я каждый раз получаю три! Один раз минус! У тебя не уникальный организм, ты толстеньше от мучного! Ты неважно поешь! Плохо ориентируешься в лесу! Тебе не идет зеленый! Так стоп! Хватит! Давайте впредь не больше одного факта в неделю! А с учетом сегодняшнего меня месяц не трогать! Понятно? Мы любим тебя, пап! Я вот сильно в этом сомневаюсь! Любим! Сомневаюсь! Я приношу свои глубочайшие извинения и в свое оправдание хочу заметить, что ваша жена меня заверяла, что все с вами заранее согласовала, что вы были не против и по ее словам даже одобрили нашу связь. Потому что, опять же, по ее словам, у вас свободные отношения. Хотя, конечно, меня это должно было сразу насторожить. И мне стоило лишний раз все это уточнить с вами. Простите меня, пожалуйста. Да. У нас действительно свободные отношения. Нет, извините, я так не могу. Простите, правда, я... Да. Что, пока? Субтитры сделал DimaTorzok